Прораб компании JustFitLife, мужчину обвиняют в нарушении техники безопасности, которое привело к падению башенного крана на улицу Жукова, заявил, что к ответственности привлекли не всех виновных. С последним словом в Куйбышевском районном суде выступил Сергей Масленкин, начальник строительного участка группы компании «Жилстрой JustFitLife». Масленкин отметил, что в момент трагедии он уже не работал в компании и при этом перечислил людей, которые, по его мнению, виновны, но их не привлекли к уголовному делу. Раз привлекают группы компаний «Жилстрой JustFitLife», то непонятно, по каким причинам не привлекают уголовную ответственность главного инженера данной организации. Я спросил у следователя, что вы же нечестно, несправедливо расследовали данное уголовное дело, на что он мне ответил, что знает, что виновата организация ПМК-944, но ничего сделать не может, потому что ему начальство сказало расследовать так. Отмечу, что обвинения в нарушении правил безопасности также предъявлены и учредителю компании «Жилстрой JustFitLife» Виктору Полукарову, директору Константину Семенову, а также крановщику Федору Елькину. Он, кстати, единственный, кто хотя бы частично признал свою вину. Сейчас прокуратура требует назначить наказание по 4,5 года лишения свободы Полукарову и Семенову, Масленкину 4 и 3 года в колонии поселения Елькину. Напомню, в октябре 2015 года на проезжую часть по улице Жукова рухнул строительный кран. Он придавил два автомобиля, погибли четыре человека. Выжил только четырехлетний мальчик. Его бабушка не уверена, что наказание понесут все виновные. Наказание, мы считаем, должно быть однозначное и должно быть достаточно жестким. Потому что трагедия произошла только по халатности ответственных лиц за это. Мы считаем, что виновных здесь не один, виновных здесь много. И в том числе и Ростехнадзор. Надежда очень слабая на справедливое наказание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова